Группировка исламского государства Ирака и Леванта и другие радикальные суннитские экстремисты продолжают наступление и захват территории в Ираке. В среду под контролем боевиков оказался район Аджир с нефтяными месторождениями. В ночь со среды на четверг в столицу иракской курдской автономии Ирбили из христианских деревень вблизи Масула бежали сотни человек. В районе Ирбиля нападения исламистов сдерживают курдские военизированные формирования Пешмерга. Уровень безопасности на нуле, рассказывает один из беженцев. Исламисты напали на деревню Каракош. Мы все бежали. Мы не видели иракских военных. На дорогах нет пропускных пунктов для проверки. Мы нигде не видели представителей власти. Мы бросили все свое имущество, даже деньги. Боевики забрали мою машину. По данным ООН, в ходе наступления экстремистов погибли уже около тысячи человек. Многие из них мирные жители. Уже более 10 дней не прекращаются бои за один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Ирака, расположенный в городе Байджи. В среду на помощь иракским силам безопасности в Багдад прибыли 130 военных экспертов из США. Всего около 300 американских специалистов примут участие в создании операционных центров в столице и северном Ираке для координации действий против группировки ИГИЛ. Между тем, премьер-министр Ирака Нури Аль-Малеке отверг идею создания правительства национального единства. А на шитском юге Ирака добровольцы проходят обучение перед тем, как присоединиться к правительственным войскам. Агур what I think of today? Между тем, они sadly не стыкли... Между тем, они сразу же отверглись прилагать.